Глобальное изменение климата на планете, который вызывает снег в сентябре и холода в июле, одна из тем большого арктического саммита, который проходит в Салехарде. Арктика это так называемая мировая кухня погоды, и как ее правильно осваивать, не повредив хрупкий баланс, говорили на самом высоком уровне. Речь в том числе шла и о последних событиях в Баренцево море, где экологи пытались помешать работе российской нефтяной платформы. Сегодня президент России оценивал акцию, проведенную Greenpeace. И подробнее обо всем в репортаже Михаила Акинченко. Свыше 300 представителей арктических государств России, США, Канады, Швеции, Финляндии, Норвегии, Исландии и Дании. Все вместе они собрались на 66-й широте, по которой проходит полярный круг, чтобы обсудить будущее Арктики. Владимир Путин, по инициативе которого этот форум собирается уже в третий раз, обратил внимание. В зале не хватает представителей Greenpeace. А ведь на прошлой неделе именно они громко протестовали против добычи нефти на шельфе. И даже попытались высадиться на платформе Приразломная в российской экономической зоне, поставив под угрозу не только свои жизни, но и жизни водолазов, работавших в тот момент под водой. Предотвратить штурм смогли лишь сотрудники ФСБ. Теперь устроители и участников нападения допрашивают в рамках уголовного дела о пиратстве. Совершенно очевидно, что они, конечно, не являются пиратами, но формально они пытались захватить платформу. И ведь наши правоохранительные органы, наши пограничники не знали, кто пытается захватить эту платформу под видом организации Greenpeace. Всякое ведь могло быть. Кто захватывает, мы же не знаем. Совершенно очевидно, что эти люди нарушили нормы международного права, сбылились на опасное расстояние с платформой. Вот при акциях подобного рода, а там проводились в этот момент и подводные работы, могло произойти все, что угодно. И операторы могли ошибиться, и технологические сбои могли произойти. Создана была угроза жизни и здоровью людей. Разве такие пиар-акции стоят возможного наступления подобных тяжелейших последствий? Судно «Арктик Санрайс», на котором активисты Greenpeace вторглись в российские воды, остается под арестом в порту Мурманск. На его борту находились граждане 15 стран. В девятерых уже допросили. А ведь свою точку зрения, по мнению Владимира Путина, активисты могли бы мирно высказать в Салехарде. Перед аудиторией самых известных ученых, которые и занимаются проблемами Арктики. Главная тема для дискуссий в этом году как раз экология и климатические изменения. Это где-то южнее полярного круга еще надеются на бабье лето. Жители Салехарда с теплом в этом году, похоже, окончательно распрощались. Вот такие сугробы здесь намело всего за пару сентябрьских дней, и метель никак не прекратится. И это только начало зимы, которое продлится месяцев 7 или 8. Уже через несколько часов снегопад сменяется солнцем и оттепелью. На Ямале не припомнят, когда еще в конце сентября была такая погода. И с каждым годом она все менее предсказуема, жалуется рыбак, один из участников Арктического форума, разбивший свой чум прямо перед концертным залом Салехарда. А с такими перепадами коренные жители Севера не могут определить даже, как укрывать стены. По летнему брезентам или по зимнему. Если сверху шкуры, то значит зимнее. Сейчас у нас должен быть зимний, но у нас как погода у нас не позволяет зимним быть, получается летний. Одна из причин погодных аномалий, по словам ученых, глобальное потепление. Остановить его можно, только если все страны снизят объем промышленных выбросов. Но вряд ли удастся убедить в этом всех. Гораздо проще договориться, что называется узким полярным кругом, и сделать самим все возможное. Например, бережнее относиться к северной природе при освоении новых территорий. Основы нашей государственной политики в Арктике предусматривают и установление особых режимов природопользования. В частности, право добывать нефть в ледовых условиях будут получать и получают лишь такие компании, которые обладают самыми современными технологиями. И, разумеется, способны обеспечить свою работу в финансовом плане. Это лишь часть стратегической программы по охране Заполярья. Кроме того, еще три года назад Владимир Путин предложил всем странам Арктики приняться за генеральную уборку севера. Россия уже приступила к этой работе. Земля Франция Иосифа, остров Врангеля, Шпицберген, остров Белый, мыс Харасавей. Только за последний год отсюда вывезли тысячи тонн металлолома, старой военной техники, отработанного машинного масла в ржавеющих бочках. В планах на будущее расширить особо охраняемые природные территории. Развитие получит и работа по сохранению диких животных, проживающих в этом регионе. Прежде всего, редких видов китов и дельфинов, реликтовых птиц. Многое делается для изучения главного символа Арктики – белого медведя. Мы готовы активно участвовать в создании единой сети мониторинга его популяции, которую сейчас разрабатывает Арктический совет. Действия России по сохранению Арктики готовы поддержать и другие страны региона. Президент Финляндии предложил в будущем совместно обсуждать любые планы вмешательства в северную природу. Арктические технологии должны быть чистыми по определению. Местная среда не выживет при использовании грязных технологий. Поэтому нам требуются современные инструменты, которые будут предупреждать ущерб и смягчать последствия. О необходимости бережного отношения к Арктике говорил и участвовавший в форуме президент Исландии. Олавур Рагнар Гримсон вот уже пятый срок подряд в этой должности занимается вопросами экологии. О совместных действиях по защите Севера лидеры России и Исландии говорили на двусторонней встрече. По общему мнению, добиться успеха в сохранении арктической природы можно только если научиться говорить и слышать друг друга. Ведь и лозунг состоявшегося форума – Арктика – территория диалога. И этот диалог только начинается. Михаил Акинченко, Игорь Казаченко, Виктор Головин, Алексей Боровиков. Первый канал Салихард.